МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небывалые по масштабам мирные акции протеста прошли по всему Казахстану 1 мая. Митинги, организованные движением ДВК, открыли новую страницу в истории страны. Впервые на площади и улицы городов вышли не десятки и не сотни, а тысячи человек. Граждане заявили о нежелании терпеть преступный режим Назарбаева и участвовать в устроенном им предвыборном спектакле. Люди в парках и скверах скандировали лозунги «Нур-Султан не мой город, Такаев не наш президент». Активная часть населения все больше противится передаче власти по наследству Дориге Назарбаевой и выступает против превращения Казахстана в ханство. Власть была явно обескуражена массовостью прошедших митингов. Полицейские, которые привыкли задерживать активистов по одному, стояли в стороне, наблюдая за происходящим. Протестующих оказалось слишком много, чтобы попытаться затолкать всех в автозаке. Акции 1 мая стали самыми массовыми за последние 20 лет. Подобный митинг состоялся 20 января 2002 в Алматы. На этот же раз акции оказались не только массовыми, но и рекордными по географическому охвату. Впервые протесты захватили сразу почти все крупные города страны. Мы точно знаем, что приблизительно в семи городах это Алматы, Астана, Караганда, Шымкент, Ахтубе, Симей провели отлично. И я могу сказать, что в истории нашей страны в принципе такого и не было. Первый митинг такой серьезный, который запомнился, он стоит везде в YouTube и так далее. Этот митинг как раз я организовывал, митинг ДВК. Тогда около кинотеатра Сарарка собрались около 8 тысяч человек. Это было организовано, притом буквально за 3-4 дня. В Астане и Алматы в места проведения митингов власти стянули спецназ. Сотрудники СОБРа были в масках, бронежилетах и с резиновыми дубинками. Оружие спецназовцы применили против мирных жителей Астаны, внезапно начав их избивать прямо на улице во время митинга. Однако разогнать таким образом протестующих спецназовцы не смогли. Перед лицами сотен и тысяч простых граждан полицейские поняли, что выполняя приказ по разгону и задержанию мирных безоружных протестующих, они становятся соучастниками преступлений режима. В полиции отрицают, что их сотрудники применяли силу во время демонстрации. «День народного единства Казахстана» так назвал бывший коммунистический праздник Назарбаев. И так на него отреагировали люди. «Да, Астане! Нет, Нурсултану! Да, Астане! Нет, Нурсултану!» Масштабные протесты в Алматы и Астане состоялись всего через пару часов после выступлений Назарбаева и Такаева. Непрезидент и мебельный кандидат выступили со скучной речью перед народом, который им уже не подчиняется. Во время выступления Назарбаев выглядел явно слабым и заметно волновался. «Все буду делать, чтобы Казахстан двигался вперед, народу жилось все лучше, нас чтобы в мире уважали, и чтобы мы все свои задачи, стоящие перед нами, выполнили». Показательным стало отношение кандидатов в президенты к протестам. Ни один из возможных лидеров государства на них не отреагировал, включая так называемого представителя оппозиционных сил Амиржана Касанова. Это полностью подтверждает теорию ДВК о карманной псевдооппозиции Акарды, которая участвует в выборах лишь для создания видимости демократии. И еще раз подтверждает правоту людей, которые не побоялись выйти на митинги по призыву Мухтара Аблязова. Накал настроения активных граждан достиг организованного характера, которого еще не видел Казахстан. «Поддержите протестующих, и вы увидите, как эти перемены произойдут завтра. Завтра не просто на ваших глазах, именно в результате ваших усилий, вашего вклада в это сопротивление». Самые массовые и продолжительные митинги за последние 20 лет продолжались до вечера и переходили в шествия, в частности, в Алматы и Астане. Люди постоянно перемещались, обходя полицейские кордоны и собирались в разных частях города. В каждом из городов счет протестующим шел на тысячи. «Жалки! Жалки! 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 Жалки!» В столице протесты начались на набережной реки Ишим. Люди собрались там, потому что намеченное место сбора оцепила полиция. После акции участники шествия двинулись к столичному Акимату. Полиция не рискнула остановить колонну, людей было слишком много. Среди протестующих были и старики, и женщины с детьми. Традиционно власти задействовали провокаторов. Несколько из них разбили стекло в автомобиле оператора радио «Азаттык» Ержана Амирханова. У корреспондента этого интернет-издания провокаторы вырвали из рук телефон. Полиция время от времени задерживала людей, выхватывая их из толпы. В один момент полицейские решили оттеснить протестующих, пустив в ход дубинки. Уже во время шествия вышедшие на митинг смогли остановить автозак, в котором пытались увезти задержанных. После переговоров полицейские отпустили около 10 активистов. В Алматы местом сбора протестующих стал парк Горького. Это был специальный расчет, который себя полностью оправдал. Больше тысячи человек собрались в парке, несмотря на расставленных по всему периметру полицейских и агентов в штатском. Перекрыть все входы и выходы и вычислить протестующих среди посетителей парка было невозможно. Полицейские не решились бесчинствовать на глазах у женщин, детей и туристов. Давай диктатуру! Давай диктатуру! Давай диктатуру! Полицейские, не готовые к такому масштабу митинга, долго пытались уговорить людей разойтись, ведь арестовать всех было невозможно. Но слова правоохранителей тонули в гуле общих лозунгов. Диктатуру! Духаев не наш президент! Духаев не наш президент! Когда участники попытались выйти из парка, чтобы продолжить шествие, полицейские заперли главные ворота. С другой стороны, к ним стали сходиться сотни активистов. У вас разрешения не имеется. Вы в этой ситуации, поскольку у вас нет разрешения, вы должны, можете быть примечены. Через несколько часов митингующие смогли выйти шествием, которое полиция несколько раз пыталась остановить. В разных местах правоохранители и сотрудники Акиматов выходили к митингующим и просили их разойтись. Они боялись применять силу. Представители власти заметно смущались лозунгов ДВК. Акции 1 мая подтвердили политику ДВК. Гражданам для борьбы за свои права, за демократические свободы не нужен вождь или авторитарный лидер, который бы вел их за собой как стадо или солдат в бою. Свободные, думающие люди, выступая с мирными протестами, должны и могут сами успешно договариваться о совместных действиях, сплоченно выступить против агрессивных выпадов властей и противостоять провокаторам. Спасибо, что остаетесь с нами и не верите сказкам Хабара. Это еще не все новости. Сейчас поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новостях. Ну а мы продолжаем. О Корде плевать, сколько людей придет на выборы 9 июня и как они будут голосовать. Власти уже давно расписали детальный сценарий по присвоению Казахстана на ближайшие несколько лет. Как не попасться на лудочку преступного режима и вернуть власть в руки народа, далее в сюжете. Как только Такаева официально объявят президентом, первое, что сделает мебельный глава государства, присвоит Назарбаеву титул хана. Послушный Такаев обеспечит закрепление величия Ниилбасы и передачу власти его наследникам. Самого Назарбаева должны будут поднять на Белой Кашме и возвести ему грандиозный мавзолей в Туркестане. В принципе у вас все получится, потому что именно со стороны государства, со стороны первого президента Ниилбаса будут создаваться все необходимые условия. Процесс фальсификации выборов уже начался. Победить в президентской гонке обязан кандидат от партии Нуратан. Чтобы победа мебельного кандидата казалась убедительной, для Такаева выбрали куда более невзрачных соперников, чем он сам. По плану Аккорды считать бюллетени никто не будет. По всем избирательным участкам уже составили разнарядки, какие цифры в поддержку Такаева указать в протоколах. Явку на выборах также нарисуют. Скорее всего власти объявят, что голосовать пришли 8 миллионов человек, около 70% избирателей. Властям все равно, пойдете вы на выборы или нет. Мы понимаем, что в большинстве случаев это застарелая проблема. Она возникла не вчера, не сегодня. Имеет свою историю, но как бы то ни было, эту проблему нужно решать. Причем решать ее безотлагательно и на системной основе. Нужно бойкотировать выборы 9 июня на улицах и площадях. Это привлечет внимание мировой общественности и международных наблюдателей, которые приедут в Казахстан. Во всеуслышание заявить об отказе голосовать в связи с масштабной фальсификацией выборов. Заставить власть краснеть от стыда за свои лживые поступки. Наши власти говорят нам, понарожали и теперь хотят какой-то помощи. Это же неправильно. Дети не виноваты в том, что они родились в неблагополучных семьях. То, что они родились в бедноте и нищете. Наши дети не виноваты. Если на улицах Казахстана в день голосования соберутся тысячи людей, которые выскажут недоверие к избирательной системе страны, вранье, корды, оявки избирателей и голосовании станет очевидным. Жалкие! 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 Выбор! Жалкие! Выбор! Чем больше людей выйдет на улицы, тем менее решительными будут правоохранительные органы. Их слабость зависит от нашей силы. 1 мая народ Казахстана уже показал, насколько он силен. Аллах Казахстан! Аллах Казахстан! Единственный способ не дать установить в Казахстане ханство, показать всему миру, что граждане страны не намерены участвовать в фальшивых выборах власти 9 июня. Мировая общественность уже в курсе, что в Казахстане сажают в тюрьму за цитирование Конституции. Но пересажать весь народ просто невозможно. Цитирование текста Конституции одним активистам приводит власть в состояние паники. Представьте, что будет, если с такими плакатами выйдут тысячи. У нас есть выбор! У нас есть выбор! Граждане Армении добились пересмотра результатов голосования в апреле прошлого года. Они вышли на улицы со своими требованиями и акциями протеста. Грузия пережила подобный опыт в 2003 году. Украина в 2005. Без насилия и агрессии граждане, которые вышли на улицы, подтвердили, что единственным источником государственной власти является народ. Идти на голосование – это дать украсть свой голос в пользу Такаева. Не ходить на митинг и ничего не делать – это подарить режиму страну для грабежа. Сотрудничать с властью – это признать ее легитимной. Поэтому есть только один способ повлиять на ситуацию – объединиться и отстоять на площади свой выбор. Смена режима вместо выборов. Эта власть украла все. Референдум – это способ режима тебя обмануть. Такая же не наш президент! Голосование – это дать украсть твой голос в пользу Такаева. Быть кандидатом – это признать легитимность выборов. Требовать законных выборов в суде. Это признавать легитимным суд и власть, которые тебя 30 лет обманывали. Не ходить на выборы и ничего не делать. Это позволит решать судьбу страны и твоей жизни. Что же делать? Выходить на площади вместе с нами. 9-10 июня. Впервые в истории страны общеказахстанский протест избирателей. Режим Назарбаева нелегитимен. У тебя есть выбор. С вами были новости 16-12 и их ведущий Михаил Тишин. Пока мы готовим следующий выпуск, подписывайтесь на нас в соцсетях. Там вы первыми узнаете о самых свежих новостях. Ну а на сегодня все. Пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok